Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Казалось бы, как это просто. А как это поступать с другими так, как мы хотим, чтобы поступали люди с нами? И дальше наш Спаситель и Господь открывает эту тайну. Ибо если вы любите любящих вас, то какая вам за то награда? Потому что и грешники любят любящих их. И если добро делаете тем, кто вам делает добро, то какая вам за то награда? Потому что так же поступают и грешники. И если взаймы даете тем, от кого хотите получить взаймы столько же, какая вам награда? Вот это слово, которое обращает каждого из нас к тому, как же все-таки поступать. Ведь если мы поступаем по-доброму, с любовью и со щедростью только тем, которые делают нам это же взамен, то никакой, как христиане, награды мы не получаем. А мы как хотим, чтобы с нами поступали? Мы хотим, чтобы если нас любили, то любили бы искренне, без подлости, без лукавства, без измен. Вот так и вы поступайте. Вот так и вы любите. Потому что если вы думаете, что я люблю только до той поры, пока меня любят, ты не христианин. Если ты добро делаешь, вот от него ожидая, он мне тоже что-то сделает взамен. Какой же ты еще христианин? Потому что так поступают и грешники, они тоже дают, чтобы получить обратно. А вы поступаете так, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Если дал, сможет отдать человек или не сможет. Вот дал и отпусти. Принесет, скажет, вот я тебе должен был в прошлом году. О, спаси тебя Господи, я уже и забыл. А когда мы отдали, сколько же когда ты вернешь? Это уже не христианский поступок, так поступают все грешники. Попробуй, кто-то не вернет. Вот, там еще и нож к горлу верни, а то пострадаешь. Вот христиане должны поступать. Если ты имеешь возможность помочь, помоги как самому себе. Ты как бы хотел, чтобы из тебя взыскали твой долг. Каждый из нас, наверное, хотел бы, чтобы нам вообще его простили. Но ты посильно возвращай то, что взял. Посильно и знай, что тот христианин или христианка, которые тебе что-то одолжили, не будут тебя притеснять, оскорблять, потому что они христиане. Они отдают и обратно не требуют взаймы, если имеют возможность такой займ осуществить. И, конечно, дорогие, мы слышим из слов самого Спасителя и Господа, который говорит, а вы любите врагов ваших, потому что на этом пути очень много будет неприятелей. Вот попробуй так жить, всех любить, всех прощать, всем добро делать, ни от кого ничего не требовать. Вот эти люди уже начинают быть гонимы, они чуждые в этом образе. И что, не такой, как все христиане, есть слово такое в Евангелии. Всякий, кто пожелает жить благочестиво о Христе и Иисусе, будут гонимы. И если мы понимаем это слово не просто формально, буквально, а с осознанием глубокого смысла, то тут мы должны немножечко пояснить, что значит любить врагов своих, как их можно любить, как их можно прощать. А вот давайте приведем несколько примеров, первый из которых описан в деянии святых апостолов. Архидиакон Стефан, которого схватили, побивали камнями, за что? За имя Господне. А он в это время уже видел небеса отверстия и Господа благословляющего. И говорил, да не вменит Господь вам этого греха во грех. То есть он молился за тех, кто бросал в него камни. Это самые первые враги человека лишают жизни, в него бросают камни, а он за них молится. А святитель Иоанн Златоуст говорит, если бы не было этой горячей молитвы, любви и веры, и упования на Господа, святого архидиакона Стефана, то не было бы и Савла, который стоял рядом и одобрял убиение его, будущего апостола первоверховного Павла. Вы слышите, что делает добро? Он молился за своих убийц, как молился Христос. Господи, прости им, не ведают Бог, что творят. Какое высокое учение Евангелия, какое удивительное призвание христиан любить даже тех, кто нам желает зла. Был такой патит, жил он в семье отца, мама у него христианка, вложила в его сердце любовь ко Христу. Он так полюбил Господа, с юных лет стал молиться. Вот есть дети и сейчас, малыш, а он уже молится, он уже из храма выходить не хочет. Мама, пойдем в церковь, мама, пойдем просворочку возьмем. Мне там так нравится, да пойдем куда-нибудь погулять. Пойдем в церковь погуляем. Вот есть такие дети, прямо вот с малышей, Господь их приближает к себе. Вот один из таковых патит был. И он так полюбил Господа, с мамой ходил, молился Господу. А отец у них был язычник, мама умирает. А отец, видя молящегося сына и поклоняющийся сам чуждым богам, этим истуканам, запрещал сначала мальчишке. А потом, когда ему исполнилось 13 лет, он его избивал. Вот за то, что тот молился и просился в церковь, он как отец сильный избивал своего сына. А потом видит, что ничего не помогает, он заключает его в тюрьму. Родной отец размещает своего сына в тюрьму. Вот пусть он там посидит и поймет. И несколько лет мальчишка сидел в тюрьме, а что происходило там, в темнице? Он за папочку своего Господа просил и молился. Господи, спаси моего папу, вразуми его, Господи. Он такой потому, что Господа не знает. А если бы он понял, что Бог-то есть любовь, он ведь никогда бы со мной так не поступил. Господи, спаси моего папу и помилуй. Он молился в весь этот период нахождения в темнице. И когда он вышел, подошел к отцу, и тот увидел его незлобие. Как с любовью он подошел к своему отцу, как к тому, которого долго-долго не видел, но также продолжал любить. Отец раскаялся, принял святое крещение и стал истинным христианином. Святая мученица Фавста, которая стала святой при гонениях и мучениях, когда молилась за врагов своих, то тогда император, взирая на те страшные муки, которыми пытали эту благочестивую девицу, а она еще за этих нечестивцев, за распинателей, за убийств своих, Бога молится. Он прямо во время пытки исповедал Иисуса истинным Богом и вместе с ней принимает мученическую кончину. Как это похоже на все остальное наше с вами христианство. Как это похоже на последнюю расстрелянную в государе императора Николая II семью. О, дай нам, Боже, силы правой, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с Твоей укротостью встречать, и у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Вот наше христианство, мы никому не должны желать зла, потому что злом, зло не победить открывает нам Евангелие. Добром побеждайте зло. Вот поэтому и завершает спаситель сегодняшней Евангелии. «Будьте милосердны, как и Отец ваш небесный милосерд есть». Давайте и мы, дорогие, постараемся извлечь из сегодняшнего Евангелия урок. Будем любить не только тех, которые нас любят. Как же не любить своих детей, своих близких, членов своей семьи? А вот всех людей попробуем выйти, любить хотя бы ни на кого не гневаться, не осуждать, не раздражаться, не досаждать. За всех молиться. Вот любовь проявляется в молитве за всех и грешников, за всех больных, за всех страждущих, верующих, неверующих, православных, неправославных. Господи, спаси всех нас и помилуй. Ведь мы все Твои дети, заблудшие, ругающиеся, отступившие от Тебя, но Твои, Господи, помилуй нас, помилуй. Почему мы начинаем литургию? Миром Господу помолимся, всем миром. А то мире, в котором мы живем, Бога попросим. Будем делать добро не только тем, которые рядом с нами живут, и жить ради того, чтобы вот только своим делать добро. А будем делать добро своим по вере. В первую очередь тем, православным людям, которые сегодня нуждаются в очень многом. Пусть они не будут для нас чужими, потому что какая нам награда, если мы будем добро делать только своим членам семьи? Ведь так и грешники делают. И все язычники, все заботятся о своих кровных. А вы, христиане, делайте даже добро тогда, когда этого добра, может, от вас никто не ожидает. Причем так, что правая рука пусть не знает, что делает левая. И, конечно, дорогие, будем помнить, что все мы здесь гости, пришельцы на небольшое время земного странствования. И как мы проживем, и что мы будем в этой жизни делать, и как мы будем исполнять то, что сказано в Евангелии, это и будет залогом нашего либо доброго ответа на страшном суде, либо осуждении. Вот дай, Господи, нам, услышав эти слова, начать исправляться, хотя бы ни на кого не гневаться. И хотя бы, если еще не любим всех, то молиться о них. И просить, Господи, научи меня верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Вот какими молитвами вооружает христиан своих верных чад наша Мать, Русская Православная Церковь. Давайте будем верными чадами нашей Церкви Христовой, потому что Бог – основатель нашей Церкви и ее глава. И носит это удивительное для нас имя – любовь. Бог есть любовь. И если ты не любишь, то ты еще не познал Бога.